В Республику Беларусь алтайская делегация прибыла чуть ли не с половиной правительства во главе с Виктором Томенко. Оно и понятно, направлений работы много. Главное из них, конечно, сельское хозяйство. Братский народ не прочь закупать гречиху у нашего региона в случае необходимости. Также обсудили вопрос техники. Беларусь готова поставлять запчасти их тракторам и комбайнам и обучать персонал. Отметил Александр Лукашенко и возможную работу в сфере туризма. Это один из красивейших, просто сказочных регионов России. Для активизации поездок деловых и туристических необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее, открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки. В свою очередь, Алтайский край заинтересовал опыт по созданию комплексов по переработке твердых коммунальных отходов и новая белорусская техника аварийно-спасательного назначения. Также от Виктора Томенко появилось предложение по сотрудничеству в сфере гражданской беспилотной авиации, предназначенной для сельского хозяйства. По итогам поездки между Республикой Белоруссию и Алтайским краем был утвержден план по сотрудничеству до 2027 года. Также Виктор Томенко и глава Гродненской области Владимир Каранник подписали документ о взаимодействии регионов в течение следующих трех лет. Это касается, в том числе, конечно, и гуманитарного аспекта, это касается и туризма, путешествий. И Гродненская область, она, ну, наверное, с первых минут очаровывает. Ну, Алтай и, в частности, Алтайский край тоже способен удивлять и влюблять в себя. Отметим, в 2023 году товарооборот Белоруссии и Алтайского края увеличился на 2%, достигнув 108 миллионов долларов. Кроме того, в первом квартале текущего года объем торговли вырос почти на 80%. Данил Кузнецов, День с толком.